Здравствуйте, меня зовут Вайрагия. Тема сегодняшнего видео будет немножко сложной и тяжелой. Прошу вас обратить на эту тему внимание, поскольку в целом данная ситуация касается практически каждого из нас, из тех людей, которые, по крайней мере, жили в бывшем Советском Союзе. Итак, одно из мистических переживаний, которое я получил не так давно, оно было получено в состоянии сновидения, это было осознанное сновидение. В сновидении я в какой-то момент увидел группу людей, которые приближались ко мне. И эта группа людей, от них исходила характерная вибрация и характерное излучение энергии. То есть у них, у всех были энергии тела, характерные именно миру мёртвых. То есть эти люди, они выглядели, у них тела были наполнены такой вот коричневой энергией, точно так же, как выглядят тела, которые видятся духовным зрением в местах упокоения, то есть на кладбищах. То есть духи мёртвых, они обладают характерными качествами или же характерным состоянием энергии. Так вот, увидев эту группу людей, я был немножко встревожен. И первая мысль, которая у меня возникла, неужели опять? До этого я также сталкивался очень много с духами мёртвых. Не всегда это сопровождается какими-то приятными ощущениями. В большинстве случаев человек, духовный искатель или же йогин переживает внутреннюю какую-то встряску, стресс, связанный с неприятными ощущениями. Очень часто это бывает сопряжено с болезненными ощущениями, с тяжёлыми последствиями. Так или иначе, мир мёртвых и мир живых не должен пересекаться. Но не по моей вине так уж получилось, что в сновидении я увидел группу людей, которая шла в мою сторону. Впереди них шла именно женщина, то есть это дух мёртвых. И она шла, смотрела на меня и протягивала руки. Но руки протягивала в плане обращения. То есть протягивая руки, она взывала о помощи, о защите, сострадании, милосердии. И когда она подошла ещё ближе, она положила свои руки мне на плечи. И от прикосновения энергия мёртвых опять втекла в меня, как это бывало часто и до этого. И немножко от неприятных ощущений я дёрнулся. Дёрнулся и захотел как бы отстраниться. Но в то же самое время я начал всматриваться в тех людей, которые шли за ней. То есть это была группа людей, это было весьма много или же большое количество людей. То есть тех, которых я видел, их было там шесть или семь. То есть они, ну не в рядочек, а такой вот плотной группой шли за этой женщиной. Они стояли у неё за спиной. После прикосновения, от того, что я дёрнулся в сновидение, я резко вышел из сна. То есть я проснулся. В ту ночь далее я немножко полежал, поразмышлял, пытался понять, кто это, что это, почему духи мёртвых опять явились. Вы же знаете, я особо не занимаюсь какой-то экстрасенсорной деятельностью. То есть я не работаю с людьми и уж тем более не работаю с усопшими. Ответ я так и не нашёл. Ну и, соответственно, продолжил свой сон. Утром того же дня, придя на занятия, на утреннее занятие по хатха-йоге, я был очень сильно удивлён, когда на второе занятие зашла женщина. Зашла женщина, и я её очень хорошо знаю, потому что она занимается уже, наверное, около трёх с половиной месяцев. Ходит в группу, она очень сильно болеет, у неё страшное заболевание, называется оно рассеянный склероз. Это медики подтвердили, это их диагноз. Состояние её очень печальное, но так или иначе за три месяца она, по крайней мере, обрела какую-то в себе уверенность. И она становится более позитивной, больше верит в себя, доверяет себе, своим чувствам, ощущениям, своим стремлениям. Её занятия стали регулярными. И когда она зашла, мой взгляд остановился на ней, и тут я понял, кого я видел в сновидении. Но обратите внимание, на занятия-то ходит ко мне живой человек. А видел я в сновидении души мёртвого человека, то есть усопшего. И вот тут возникает вполне резонный вопрос, почему так? Что же происходит? Это один из тех моментов, из-за которых большинство ясновидящих или же видящих спотыкаются на подобных ситуациях, поскольку духовный мир настолько многогранен и столь разнообразен, что тяжело сказать, что да — это да, а нет — это нет. Я утрирую сейчас. То же самое и данная ситуация. Человек живой, а в сновидении я её видел мёртвой. И когда я у неё спросил, я задал буквально несколько вопросов. Я у неё спросил, я назвал, обратился к ней по имени и спросил, были ли, не так, получал ли кто-либо из ваших родственников какое-либо проклятие. И некоторое время подумав, она сказала, да, что вполне возможно, поскольку одна из её тёток занималась магическими искусствами, в данном случае чёрной магией. То есть люди, которые сталкиваются с этим мучением, они так или иначе получают подобное проклятие, поскольку они втягиваются во всевозможные магические войны, обратные удары и так далее. Тогда я задал ей ещё один вопрос. Я спросил, а были ли у вас в роду самоубийцы? На что она ответила опять-таки положительно. Она сказала, да, есть два её племянника, которые уже закончили жизнь самоубийством. Есть её двоюродная или троюродная сестра, которая также закончила жизнь самоубийством. Это только по материнской линии. Но, собственно, по линии матери я в её случае и спрашивал. Далее ещё было хуже. Когда она была в утробе, то есть когда эта женщина, будучи ещё в животе у своей матери, она пережила… Ну, она не пережила, конечно же. Была ситуация, когда убили её родного отца, а она в то же самое время была в утробе, то есть в животе у мамы. Спустя некоторое время беда настигла и её маму. В результате в три года она осталась и без родной матери. Рассказывать о жизни этого человека можно много чего. Я зачитаю сейчас то, что я её попросил, чтобы она мне написала вкратце несколько упоминаний о её родственниках, чтобы я мог зачитать это для видео. Я сейчас зачитаю, ну а вы, собственно, судите сами. Далее, пацаны, обязательно дам комментарий. Вторая дочь вышла замуж и уехала к мужу в другой город. Вот у неё-то и было несчастье. Дочь вроде нормальная, а сын — хулиган. Посадили. Проигрался в карты. Причём свою мать. А она, узнав это, выбросилась из окна. А он бросился под поезд. То есть ситуация просто, не знаю, очень тяжело. Даже понять эту ситуацию очень тяжело. Вот такие вот бывают жизненные ситуации. И, естественно, самоубийство и одно, и другое, и пребывание в тюрьме, никакого хорошего отпечатка на судьбу людей не накладывает. То есть последствия подобных жизненных или же человеческих поступков бывают катастрофические. И последствия, я ещё раз подчёркиваю, не все были довольны тем, что я упомянул это, но последствия несут все люди, все потомки до седьмого колена. До седьмого колена. И пример тому — это женщина. Далее. Третьей дочерью была моя мать. Тоже судьба не очень. Вышла замуж. Отца убили, обратите внимание, на её глазах. Я была в утробе. Потом вышла через какое-то время второй раз замуж. У меня есть сводная сестра, но с ней не общаюсь. Есть причины. Позже о ней. Со вторым мужем жить не стало. Он забрал свою дочь и уехал. А мать покатилась по наклонной. Пила, гуляла. Короче, её лишили родительских прав. Меня забрала бабушка. Вскоре я узнала, что мать умерла, сидя за столом в пьяном угаре от колотой раны. Видимо, удар по голове бутылкой. Следующая тётя была замужем за певцом. Зарипов был такой татарский певец. Жила хорошо, но детей не могла родить. Они разошлись. Уехала к маме и тоже наклонные пьянки, гулянки, мужики. Потом был ещё один брак. Итог. Убила своего мужа и села на 9 лет. Потом вышла и спилась. О ней больше ничего не знаю. Как видите, последствия этих поступков, этих её родственников непосредственно сказались на её жизненной ситуации, на её состоянии. Скажу немножко даже больше. В целом, в её жизни, в жизни этой женщины, также прослеживаются те нотки, от которых страдали и её тётки, её племянники, её мать, родственники и так далее. То есть она также склонна была к походам, как бы это мягко сказать, в неправедный образ жизни, также стремление к каким-то дурным привычкам, связанным с алкоголизмом и так далее. Ещё раз постараюсь обратить ваше внимание на то, что крайне полезно и крайне важно читать молитвы о наших родственниках, родственниках, усопших родственниках, поскольку у каждого из нас ещё при Советском Союзе были и есть родственники, усопшие, которые также набедокурили, натворили кучу, кучу всевозможных дурных поступков. Всё это лежит в виде кармы на нашей судьбе. Понимаете? Не только мы живём, мы не живём одну жизнь, мы будем жить ещё очень долго. Но для того, чтобы эта жизнь у нас прошла хорошо, мы должны всегда поминать своих усопших предков. Это крайне-крайне полезно. В противном случае их грехи будут лежать у нас на плечах, и мы будем страдать за них, отрабатывая их дурные поступки. Здесь речь идёт о кровной связи. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok